Историческая литература В Европе было накоплено циклопическое количество оружия, способного уничтожать огромные массы людей на поле боя. Европейские политики, по крайней мере на словах, уверяли всех, что именно это и служит сдерживающим фактором. Не угадали. Страшная особенность любой войны, кто не знает, заключена еще и в том, что она диктует свои законы и неумолимо заставляет наращивать вооружение уже в ходе ее самой. Вот так на поле боя появились танки и огнеметы, колючая проволока и мины, дирижабли и аэропланы. И, конечно же, его величество, боевые отравляющие газы. Но наш разговор не об этом, а о том, как обвиняли Советскую Россию в том, что она, период между двумя мировыми войнами, цитирую, ковала нацистский меч, занесенный над человечеством. Разговор, конечно же, о трех немецких школах на территории СССР в 20-е и 30-е годы прошлого века. Это, разумеется, Липецкая школа, Танковая школа в Казани и Химическая школа Томка в Саратовской области. Их создали, чтобы обойти условия Версальского договора 1919 года. А основаны они были после заключения всем известного Рапальского договора. Смотрите на экран. Именно тогда находящиеся в политической изоляции Советская Россия и, цитирую, угнетаемая империалистическими правительствами Германия, нашли общие интересы, что положило начало их военно-политическому сотрудничеству. Подчеркну, друзья, и напомню, Германия в 1922 году никакой нацистской еще не была. И разговора о мировом господстве не было тоже, понимаете? Ну, разумеется, каждая сторона здесь преследовала свои цели. Но применительно к Советской России, я думаю, лучше, чем Иероним Убаревич не скажут. А он, кто не знает, был начальником вооружения РКК. На одном из совещаний он сказал, цитирую, «Немцы являются для нас единственной пока отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей, притом в армии, в целом ряде вопросов, имеющие весьма интересные достижения». Конец цитаты. То есть, интерес был не просто обоюдным, а еще и очень выгодным для Советской России и РКК в первую очередь. Согласитесь, не будь этого сотрудничества России и Германии, мы бы отстали в области боевой химии на десятилетия. И это отставание для нас потом было бы просто фатальным. Ну, а теперь поговорим немного о немецкой химической школе Томка. Кто там занимался, что делал, а главное, в чьих интересах и для кого. Никаких немцев мы в ней, конечно же, не обучали, да и не могли, по очень серьезным причинам. Первое. Германия в конце 19-го, начале 20-го века, и это факт, была впереди планеты всей в области химических исследований, и особенно в деле создания и применения боевых отравляющих веществ. Второе. Советская Россия после Первой мировой войны, а затем и гражданской, просто лежала в руинах. А в Красной Армии была в основном конница и пехота. К тому же, по окончании гражданской войны, сокращенные до минимума, не было у нас тогда денег на современную и технически оснащенную армию. Не было. Наш долг странам Антанты, кто не знает, составил 18,5 миллиардов золотых рублей. Мы, кстати, отказались его выплачивать, и это породило экономическую и политическую изоляцию СССР. Вот почему руководство страны и командование РКК в первую очередь вцепились в предложение о военном сотрудничестве с СССР как черт в грешную душу. Состояние химической службы Красной Армии было никаким и стремилось к нулю. Царские заводы, когда-то выпускавшие отравляющие вещества, безнадежно к тому времени устарели, а лежавшие на складах 400 с лишним тысяч химснарядов были просто никуда не годными. И о чем тут вообще мог идти разговор? Сотрудничество Германии и СССР было закреплено договором от 21 августа 1926 года. Вначале он, кстати, подразумевал только совместные аэрохимические испытания. В какой степени совместные? А вот в какой. Немецкие специалисты были обязаны показать практически и обучить представителей советской стороны различным способам химических атак. При этом немецкие конструктора испытывали созданное ими прицельное оборудование, средства доставки и применение отравляющих веществ, а также, естественно, способы защиты и дегазации. Также проверялась надежность штатных средств химической защиты, а для проверки, поражающего действия боевых газов, широко использовали подопытных животных. Вот все это делалось с целью наработки наиболее эффективных способов применения отравляющих веществ на поле боя, то есть в реальных условиях. Вот для этого всего в сентябре 1926 года из Германии в режиме строжайшей секретности было завезено все, то есть лабораторное оборудование, полный комплект химических препаратов и реактивов, в числе прочего самолеты, автотехника, артиллерийские орудия и так далее. Сразу же прибыли немецкие специалисты, а это армейские химики, летчики, артиллеристы, а также, естественно, гражданский технический персонал. В соответствии с договором, кто не знает, мы предоставляли немцам только, подчеркиваю только, территорию для полигона, аэродрома, а также для военного городка, на которой немцы сами строили лаборатории, спецбоксы, общежития, гаражи, одним словом, всю полагающуюся, в таких случаях, инфраструктуру вот этой самой химической школы. Наши там не были никаким боком. Они, кстати, для себя любимых привозили из Германии практически все, от продуктов питания до разных бытовых мелочей, типа бритвенных приборов и даже туалетной бумаги. Ничем нашим Мемчура не пользовался принципиально. Что касается учебного процесса, то Рейксвер по договору был обязан, цитирую, «обучать специалистов РКК способам обращения с химическим оружием как теоретически, так и на практике». Конец цитаты. При этом, заметьте, вся техническая и военная документация была доступна обеим сторонам на равных. То есть, по договору, все протоколы испытаний, чертежи, фотоснимки делались немцами в двух экземплярах. Все опыты проводились только и исключительно в присутствии советского представителя. Ну, а немецкие товарищи брали на себя обучение советских специалистов по всем направлениям работы школы. Вот как-то так. Так же, как и в Липецкой авиационной школе, немцы занимались техническим руководством проекта. Советский же персонал занимался только административными обязанностями и, конечно же, всемирно учился у немецких товарищей. Уже первые месяцы работы школы, согласно докладу зампредседателя Реввоенсовета Уншлихта, лично Сталину, оказались очень насыщенными и плодотворными. Так, испытания на полигоне подосинки, а это применение и прита по населенным пунктам, проходившим осенью 1926 года, в ходе регулярных полетов немецкой авиации, были тщательно задокументированы немецкой стороной. Потом был сделан подробнейший анализ и составлен доклад на имя зампредседателя РВС Уншлихта. А в конце декабря Уншлихт лично доложил Сталину о том, что опыт немецких товарищей успешно передается советским специалистам. Вот так и никак по-другому. Позже он же представил финансовый отчет по работе школы Томка, где за неполный год работы с Советской Россией затратила чуть более 20 тысяч рублей, а немцы, внимание, 400 с лишним тысяч. Это неудивительно, поскольку все оборудование было германским. Кроме этого, Рейхсвер, внимание, оплачивал работу и техническое обслуживание всего автотранспорта школы, работу своего, а также наемного советского персонала, охрану объектов, эксплуатацию спецтехники и оборудования школы. Что тоже, кстати, неудивительно, так как все это было немецким. Хотя изначально в договоре речь шла, внимание, о капиталовложениях на паритетной основе, то есть на равных. Только по официальным подсчетам затраты со стороны Германии в разы превышали размеры финансирования со стороны Советского Союза. Вдумайтесь, одно только строительство химического полигона Томка под Саратовом влетело немцам, вы не поверите, в миллион с лишним их немецких рейхсмарок. И вот теперь вопрос, кому здесь, скажите, была выгода? Вся вот эта любовь в засос развивалась очень стремительно. Командование РКК просто писало расплавленным чугуном от всего того, чему немцы учили наших военных химиков. Не оставал от них, кстати, и Берлин. Так, в 1928 году, после обстоятельной проверки, генерал Бломберг, вот он родимо на вас смотрит, предоставил доклад своему руководству, где отмечал успехи советско-германского сотрудничества в школе Томка. В этом же докладе он настоятельно рекомендовал расширять сотрудничество, для чего требовал, внимание, дополнительных капиталовложений с целью оснащения химической школы новой техникой, оборудованием и привлечением дополнительного персонала. Конец цитаты. Вот так. Какой же была жизнедеятельность химической школы? Первое. Секретность была наивысшей. Это, кстати, было категорическое условие обеих сторон. Второе. Сказать, что немцы только и делали, что обучали советских товарищей тонкостям отравления людей на поле боя, значит изрядно покривить душой. Немцы в первую очередь вели свои масштабные исследовательские работы. Благо, условия с советской стороны были беспрецедентными. Это не Европа, кстати, где в Швейцарии чихнешь, а во Франции тебе говорят доброго здоровьица. Цель немецких исследований – применение всего спектра отравляющих веществ на поле боя, определение их эффективности в различных климатических условиях, отработка боевого применения отравляющих веществ, а это химические снаряды, газобаллонные пуски, распыление самолетов и переносных ручных аппаратов и т.д. Параллельно немцы обучали своих военных химиков, которые тайно прибывали из Германии. В школе был постоянный состав – от 25 до 30 человек кадровых офицеров Рейхсвера, а возглавлял ее доктор Людвиг фон Зихерер. В Томке, кстати, работали летчики, артиллеристы, врачи, биологи, токсиколы, химики и т.д. Кстати, летом интенсивность научных работ и испытаний увеличилась на порядок, ну, оно и понятно, лето – это полевой сезон, и тогда количество персонала еще увеличивалось. Постепенно школа росла. К 1929 году это солидный объект с огромной материально-технической базой. Немцы ударно построили административное здание, общежитие, гараж, электростанцию, котельную, магазин, одним словом, всю полагающуюся инфраструктуру. Из спецобъектов – 4 лаборатории, 2 вивария, дегазационную камеру, спецбоксы, хранилище для отравляющих веществ и т.д. Немецкие расходы на содержание школы только в 1929 году превысили 1 миллион золотых рублей. У наших военных от всего от этого слюна шла винтом. Начальник военно-химического управления РКК Яков Моисеевич Фишман считал крайне необходимо продолжение и расширение совместной работы с немцами. Он направил докладную записку на имя Нарком Военмора СССР. «Нашей стороной, – писал он, – намечается широкая программа дальнейших совместных испытаний в школе Томка. Так, необходимо продолжить боевые опыты с Ипритом, артиллерийские стрельбы химическими боеприпасами, заражение почвы, строение и технике отравляющими веществами, испытательные подрывы химических фугасов и также применение химических авиабомб, а еще приборов типа ВАП. ВАП – это выливной авиационный прибор. Кому интересно, можете посмотреть в интернете. Ну, здесь надо отметить, что было бы неверным не упомянуть об интересах немецкой стороны. В работе Томки Рейхсвер был заинтересован не меньше, чем мы, а может быть даже больше. Германия из-за ограничений Версальского договора, а также в силу своего географического положения, просто не могла проводить масштабные военно-химические испытания. Вот поэтому немцы поставляли в СССР передовую технику и вооружение для испытания и доводки в полевых условиях. И делалось это вовсе не от большой любви к СССР, а в силу необходимости. Но любовь, как говорится, рано или поздно угасает. К концу 20-х годов советская сторона стала подозревать, что немцы не до конца передают СССР свой химический опыт, а также скрывают свои новейшие разработки от нас. Немцы, кстати, тоже стали задумываться и чесать репу. И вот почему. Они начали понимать, что фактически вооружают новейшим оружием своего вероятного противника. Короче, к 31-му году все осложнилось настолько, что начались переговоры о дальнейшей работе объекта Томка. От нас переговоры вел Клим Ворошилов. От немцев начальник генштаба Рейксфера Вильгельм Адам. Ворошилов тогда прямо заявил, цитирую, СССР предоставил Германии уникальную возможность экспериментировать с химическим оружием на своей территории. Взамен Советскому Союзу требуется весь опыт немцев в этой области, а также более существенные капиталовложения в полигон с германской стороны. Конец цитаты. Переговоры шли долго, нудно и безрезультатно. И вот, под разными предлогами, немцы стали постепенно сворачивать свои химические испытания. Ну, а летом 33-го года объект Томка был закрыт. Для тех, кто не знает, все имущество немецкой химической тактической школы безвозмездно досталось нам и позже стало базой для создания полигона химических войск РКК Шейханы. Ну, а теперь постскриптам. Немецкий опыт в области применения боевых отравляющих веществ, а также и передовые на тот момент технологии, были необходимы нам, простите за Каламбург, как воздух. Мы ничему не учили немцев, да и не могли их ничему научить. А вот сами получили очень много. Это сотрудничество в области военной химии командованием РКК было оценено тогда как исключительно плодотворное и выгодное. В итоге за 10 лет практически с нуля Красная Армия создала собственные химические войска, военно-химические, научные и учебные учреждения, полигоны, а СССР, между прочим, наладил производство современных отравляющих веществ, а также средства их применения и средства защиты. И встал, заметьте, в этой области на один уровень с армиями ведущих мировых держав. Вот так. Спасибо. Спасибо.